Дополнительные денежные выплаты за работу в новогодние праздники с 1 по 8 января начисляются медикам по поручению президента России Владимира Путина. До 22 января медучреждения должны предоставить Фонд социального страхования списки сотрудников на получение выплат, а Фонд до 29 января их провести. Глава региона поручил областному Министерству здравоохранения ускорить подготовку списков. Еще одним важным вопросом, который обсудили на Оперштабе, стало вакцинирование. Губернатор распорядился упростить процесс записи на процедуру и увеличить количество передаваемых со складов вакцин в медучреждения. Сейчас в регионе привито около 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч врачи. Еще около 30 тысяч медиков нуждаются в вакцинации. Сегодня со складов в медучреждения передается порядка 5-6 тысяч вакцин в день. Губернатор поставил задачу увеличить это число до 10 тысяч. И, конечно, знаю, что мы предварительно провели большую заявочную компанию по получению вакцин. Нужно теперь настойчиво добиваться, чтобы сама школа с вакциной поступали в первоочередном порядке. Обсудили и вопрос о получении справок для школьников, которые пропустили занятия по болезни. На первичный прием заболевший ребенок должен прийти лично, а вот консультация врача для оформления справки о выздоровлении будет проводиться онлайн. Оформленную справку в образовательное учреждение передаст прикрепленный к нему медицинский работник. Пока, по словам министра здравоохранения, система только отлаживается, и справки врачи приносят школы лично. Это в разрезе взаимодействия между учреждением и образовательным учреждением. Сейчас эти 15 справок по временной схеме доносит медицинский работник, который прикреплен за каждой школой, а работает в поликлиническом учреждении. Фактически он выполняет функцию переносчика вот этой информации. В последующем мы отработаем эту электронную передачу информации. Ничего не мешает, чтобы каждый медработник, прикрепленный к образовательному учреждению, эти справки, в школу предоставлял сам, без детей и родителей. Нормальная схема, абсолютно. В дальнейшем справки планируют оформлять в электронной форме и также в электронной форме передавать на рабочее место прикрепленного медработника в образовательное учреждение. Андрей Горгуленко, Виктория Шаре. События. Собственность. 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 Продолжение следует...